Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург. В этом выпуске нас ждет отличная новость. Димаш в своем инстаграм разместил пост, цитирую. Доброго времени суток, мои любимые Dears. Это к нам. 26 апреля в 21.00 по времени Нур Султан на моем YouTube-канале выйдет обещанная запись концерта, который проходил 11 марта в Киеве в рамках мирового турне Arnau. Димаш, конечно, мы помним этот потрясающий фантастический концерт. Мы, между прочим, вместе с друзьями следили за этим невероятным перформансом. В это непростое для нас всех карантинное время нам очень хотелось скрасить ваш досуг и времяпрепровождение, подарить отличное настроение и вызвать яркую улыбку. Надеемся, что вы отлично проведете время. Конечно, мы так долго ждали этого видео. Это как раз то, чего нам всем так долго не хватало. Спасибо за этот потрясающий подарок. И еще одна важная тема, которую я бы хотел отметить в этом выпуске. Ранее мы сообщали, что Димаш и Игорь Крутой стали победителями премии ZD Awards . Тандем стал победителем в номинации «Лучший трибют года» — это кавер песни «Любовь, похожая на сон». Поэтому мы еще раз поздравляем и Игоря Крутого, и Димаша с этой уверенной и твердой победой. Так вот, в газете московского комсобольца появилось интервью с Игорем Яковлевичем Крутым, где он, между прочим, говорит о Дима Кудайбергене. И прямо сейчас я бы хотел вместе с вами на вашем канале прочитать выдержки из этого интервью. Поехали! Игорь Яковлевич. Наверное, номинация «Кавер года» несколько неожиданна для вас. И тем не менее, Димаш Кудайберген, небезызвестный вам молодой талантливый артист, победил с песней «Любовь, похожая на сон» из-под вашего пера и репертуара Аллы Пугачевой. Что ответил Игорь Крутой. Мне особенно приятна оценка именно от звуковой дорожки, поскольку это очень важная для музыкантов историческая структура, которая уже столько лет находится в гуще музыкального процесса. Очень важно, что именно голоса читателей дали нам с Димашем получить такой ответственный и приятный приз. Я по-прежнему рад попадать в ваши хит-парады и не только по номинациям ретро или кавер. Отличная шутка, Игорь Яковлевич. Ну, здесь все в ваших руках, ответил журналист. Да, понимаю, от меня все зависит. Мы стараемся, заверил Игорь Крутой. Дальше беседа затронула следующую тему. Вы уже обмолвились, что находясь в самоизоляции, самым приятным собеседником, Роялем, сочиняете новый альбом. Рабочее название – Карантин, поинтересовался журналист. Название обсудим, а музыкальное направление не будет лишено интересных поворотов, как мне кажется. Так что настрой на актуальные хит-парады у меня не безосновательный. Хотя главное, конечно, оставить след в музыке, а не в чартах. Это все-таки некоторая суета-суета в определенном смысле. Здесь я полностью поддерживаю Игоря Яковлевича, потому что премий много, наград много, согласитесь, не так много ценных композиций на сегодняшний день можно встретить в наше время на просторах интернета. Дальше журналист отметил. Тем не менее, ретро не ретро, а благодаря Димашу удалось вдохнуть вторую жизнь в песню, которая давно занимает заветное место не только в вашем творчестве и репертуаре Аллы Пугачевой, но также в реестре Золотого фонда эстрадного искусства. Как думаете, какие перспективы у Димаша? Поинтересовался журналист. И тут Игорь Яковлевич со всей серьезностью заверил. У него мощнейшие перспективы. Не могу сказать, что я у него единственный продюсер. Я композитор, который сочинил для него песни и помог в каких-то продюсерских аспектах. Что странно, помимо очевидного таланта и больших способностей, в голове у Димаша, несмотря на его молодость, совсем не мозги 25-летнего юноши. О, Игорь Яковлевич, это уже отметили многие. Человек понимает, чего он хочет, усердно работает в этом направлении. Он трудоголик. И он безумно талантливый. А его фан-клуб – совершенно уникальное какое-то явление, которому, кажется, могут позавидовать даже самые большие международные звезды. Я надеюсь, Игорь Яковлевич сейчас в хорошем смысле этого слова. Дальше беседа затронула еще один интересный аспект. На ZD Awards, как поправил меня один из друзей нашего канала, Димаш был номинирован еще в такой экспериментальной позиции, как «Новатор», что на первый взгляд вроде бы удивительно, поскольку в своем творчестве он опирается на академический канон. Не только, ответил Игорь Яковлевич. Он достаточно разножанровый артист, что очень выразительно показал недавно на своих концертах в Москве. Но моя точка зрения, что именно в кроссовере, если он продолжит это направление, Димаш может стать одним из лучших, а может даже и лучшим в мире. Что касается других жанров и направлений в музыке, то, учитывая систему, по которой работает шоу-бизнес, а Игорь Яковлевич разбирается, в Америке или в Англии сложно будет быть в числе первых. Хотя и это не исключено. Мы верим в успех Димаша, мы верим в сотрудничество Игоря Яковлевича и Димаша Кудайбергена, поэтому никаких сомнений быть не может. Тем более, Игорь Яковлевич заверил, что серьезно строен на работу для создания новых композиций. Ну что тут скажешь? Приятные новости. Алга Димаш. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.